Поздним вечером раздался звонок. Мама молча выслушала того, кто так поздно потревожил их спокойный, семейный вечер. Разговор был недолгим, но мама очень сильно поменялась в лице, и Алексей понял, что случилось нечто трагическое. Она еще долго не могла сообщить сыну печальную новость, но все-таки собралась духом и заговорила. Алешенька, сынок, твой папа умер. Тебе нужно ехать на похороны. Тихим голосом еле выдавила она из себя эти слова. А ты поедешь со мной, парень умоляющий взглядом смотрел на мать. Думаю, что это не очень хорошая мысль. Ты уже большой мальчик, и сможешь пройти этот тяжелый путь в одиночку. Родители Алексея были уже давно в разводе. При этом им удалось сохранить нормальные отношения. Правда, ни один из них так и не создали новые семейственные узы. Отец после расставания уехал к себе на родину, в деревню, и поселился у своей старенькой матери. Почти каждое лето мальчишка ездил к отцу и к бабушке отдыхать. Мама никогда не препятствовала их общению. Мало ли что произошло между взрослыми, детей это не должно касаться. Причину их развода Алексей до сих пор не знал, хотя с тех пор прошло уже много лет. Мама всегда деликатно обходила эту тему, и никогда ничего плохого не говорила про отца. Она вообще была очень мудрой женщиной. Алешка любил лето, деревню и бабушку, которая теперь осталась совсем одна, на старости лет. Она потеряла единственного сына. Мама, может я пока поживу какое-то время у бабушки, все равно скоро лето, и ей будет не так тоскливо одной в пустом доме. Я сама хотела тебе это предложить. А в колледже я договорюсь, чтобы тебя отпустили пораньше. Отвечала женщина, складывая вещи сына в небольшую дорожную сумку. Она торопилась, боялась, что он может не успеть на похороны отца. Но Алексей успел. Они с бабушкой еще долго стояли у свежего холмика земли, с большим деревянным крестом. Алексей взял под руку убитую горем пожилую женщину. Завел в дом, уложил ее в постель. Накапал успокоительного в надежде, что она уснет. Отец его утонул в реке, спасая человека. Человека спас, а сам уже не смог выплыть. Его отец был героем. Правда, для его бабушки это было слабым утешением. Лешенька, тихо проскрепела бабушка, из дальнего угла комнаты. Завтра утром пойдешь к папе на могилку, пирожков и конфеток с печеньем отнесешь. Я бы сама пошла, да чувствую, что сил нет. Ба, зачем нам это? С удивлением переспросил молодой человек. Так положено. Завтрак называется, это обычай такой у православных. Делай, как велят, и не задавай лишних вопросов. Хорошо, бабуля, ты только не волнуйся и постарайся уснуть. Рано утром бабушка собрала небольшой узелок и отправила внука на кладбище. Еще издалека подходя к деревенскому погосту, Леша заметил рядом с крестом на могиле отца какой-то странный силуэт. Подойдя ближе, он увидел огромную, серую собаку, которая сидела у свежего, могильного холма. Заметив приближение человека, собака встрепенулась. Немного постояла, глядя на молодого человека с узелком, и быстро побежала в сторону леса, который начинался прямо за кладбищем. Через пару минут ее уже не было. Видно, она скрылась в густоватой чаще. Алексей сделал все, как велела бабушка. Разложил завтрак, рассказал отцу все, что не успел сказать ему при жизни. Парень уже собрался возвращаться домой. Как вдруг услышал, как из леса донесся волчий вой. Длинный, протяжный и жалобный. Всю обратную дорогу, что Алексей шел до деревни, вой не прекращался. Казалось, что волк оплакивает кого-то близкого. Ему даже стало как-то не по себе. Он вернулся домой и рассказал бабушке о том, что с ним произошло. Старушка задумалась, а потом вдруг сказала. Не забыл все-таки. Пришел проститься. Бабуля, это ты о чем? Поинтересовался Леша. Позапрошлым годом, когда ты только уехал от нас, отец твой волчонка из леса принес. Подобрал горемычного у тела умершей матери. Я сильно сопротивлялась. Не хотела, чтобы волк в доме жил, но сын настоял на своем. Сам знаешь, человек он был добрый и заботливый. Так волчонок остался у нас зимовать. За зиму он хорошо подрос и окреп. Сдружились они с твоим отцом. Везде вместе ходили. И в лес, и на рыбалку. Но время шло, и волк все чаще стал оставаться в лесу, а потом и вовсе не вернулся домой. Видимо, зов крови сделал свое дело, и он остался в родной стихии. Я так думаю, что это он сегодня на могиле твоего отца сидел. Видимо, пришел проститься, а потом выл в лесу, оплакивая друга. Закончила свой рассказ бабушка. Эта история очень поразила Алексея. Он хотел еще разок увидеть папиного волка. Но за все лето так и ни разу его не встретил. А тем временем лето подходило к концу. Приближалась осень. Близился день отъезда. Напоследок Алексею захотелось сходить в лес, по грибы. Надев отцовские сапоги и куртку, парень быстрым шагом направился в лес. Он долго бродил по сосновому бору. Устал. Пора бы и домой возвращаться. Бабушка уже, наверное, волнуется, подумал молодой человек. Алексей присел на пенек и попытался успокоиться. Ну как же так, разве можно было заблудиться буквально в трех березках? Этот лес он знал наизусть, как свои пять пальцев. С самого детства с мальчишками они часто бегали сюда за грибами или собирали лесную ягоду. Ох, и вкусная была тогда ягода. Вот большая сосна с обожженным боком, направо тропинка, по ней до большой муравьиной кучи, а там развилка. Так должно было быть, но сейчас сколько Алексей не протирал глаза, развилки не было видно. Да и знакомой кучи тоже. Всегда приветливый березняк сейчас выглядел чужим. И ведь ничего, как говорится, не предвещало такого исхода. Как же выбираться теперь отсюда, на вождение какое-то, подумал молодой человек. Стало страшно. Не дай бог, ночью в лесу остаться. Надо как-то попробовать найти хоть какие-то знакомые приметы или тропинку. Обследовав немного местность, Алексей понял, что дорогу найти не может. Он стал звать на помощь, но кто услышит его в лесу? Деревня, видимо, уже далеко. Несколько раз он кричал и звал на помощь, но вокруг только звенела тишина. Вдруг в кустах кто-то нистово то ли закричал, то ли заплакал. Послышалась какая-то возня. Потом опять крик и стон. Все стихло. Стало немного не по себе, и какая-то тоска подступила комом к горлу. Надо успокоиться, отдохнуть и набраться сил. Присев на упавшее дерево, на небольшой полянке, он стал всматриваться вдаль. И заметил, что вдалеке из кустов на поляну кто-то вышел. Собака. Обрадовался Леша. Наверное, и хозяин где-то рядом. Может быть, охотник возвращается с охоты, подумал парень. Серая, матерая собака, с умными желтыми глазами и внимательным взглядом. Животное стояло на поляне, втягивало ноздрями воздух и пристально смотрело в его сторону. Да, это же волк, самый настоящий волк, понял Алексей. Парень сидел в немом испуг.